Тетемес, Великобритания, Россия получила свободу действий и проникает в Ливию. Майкл Эванс, Тетемес, Великобритания. 7 ноября 2019 года. Недавняя отправка российских наемников в Ливию является составной частью плана Москвы по усилению своего влияния на севере Африки и на Ближнем Востоке. По словам военных аналитиков, Запад этим действием практически не препятствует. 200 с лишним российских наемников, которые действуют при поддержке беспилотников с оружием на борту, истребительной авиации и артиллерии с высокоточными управляемыми боеприпасами, подняли ставки в длящейся уже пять лет ливийской гражданской войне. В ней Москва поддерживает самозваного фельдмаршала Халифу Хафтара, чьи войска действуют на востоке Ливии. Есть предположение, что это наемники из частной военной компании Вагнера, которая также работает в Сирии, Мозамбике и Центральноафриканской республике. Маршал Хафтар воюет на западе Ливии с коалиционными силами, которые поддерживают правительство в Триполи, признанные США и другими западными странами. Россия поддержала президента осадов в сирийской гражданской войне, а Путин стремится к развитию отношений со странами Персидского залива, видя, как оттуда уходит США. Все дело в нефти, деньгах и влиянии, и Москве это сходит с рук, потому что на западе как будто никто не замечает происходящее, сказал британский военный аналитик Пол Бивер, Пауль Бивер. Московскому эксперту по внешней политике Владимиру Фролову был задан вопрос о том, каковы цели Кремля в Ливии. Он ответил, ограниченное военное присутствие в Средиземноморье для сбора разведсведений и материально-технического обеспечения кораблей ВМФ, выгодные коммерческие сделки при восстановлении страны. Но там разные стороны поддерживают разные группировки, и в отличие от Сирии, там нет одной лошади, на которую можно поставить. Поэтому Москва предпочитает вести переговоры со всеми и стремится не делать крупные ставки. Бывший сотрудник Пентагона Андрю Крепеневич, Андрю Крепеневич, заявил, что у России есть и более важная цель – восстановить свое глобальное присутствие и представление о себе как о сверхдержаве. Путин по-прежнему очень умело разыгрывает слабые карты, с минимальными издержками для России, которая гораздо меньше того, что тратит США, он превратил свою страну в важного игрока на Ближнем Востоке. А поскольку после свержения полковника Каддафи в 2011 году НАТО и США оставили вакуум власти, Путин в очередной раз получил возможность усилить свое влияние в соперничестве между слабыми игроками, сказал он. Читайте также, Чумурет – Большая газовая война на Ближнем Востоке Эксперт по Ближнему Востоку Баланс сил существенно изменился Обчный этер – материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова